Сохранить казачью славу. В минувшую субботу в Астрахани состоялись седьмые береговские чтения. В областной научной библиотеке имени Крупской собрались около 50 ученых-историков, музыковедов и представителей казачества, чтобы внести свой вклад в исследование и сохранение истории астраханского края, в частности, астраханского казачества. Имя Ивана Алексеевича Бирюкова сегодня знакомо каждому астраханскому казаку. В казачьих кругах память о нем хранят, а самого, последнего коренного астраханского атамана, почитают как героя. Именно он руководил губернией в тяжелые времена социалистической революции 1917 года и ценой собственной свободы не присягнул новой власти. Все остальные были атаманы, они были наказные, то есть пристанные правительственные. Губернатор и атаман в одном лице были. А это именно, что вот коренные астраханцы, вот память такая вот о нем. И неудивительно, что именно в честь человека, который сопротивлялся упразднению казачества, названы эти чтения. Они призваны сохранить историю астраханского отважного войска во всех ее аспектах. Седьмые береговские чтения приурочены к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Поэтому сегодня целый ряд докладов, да практически все, так или иначе будут связаны с этой святой темой. И казаки во время войны, и военное время, лихолетие в России и в нашей Астраханской области. Сегодня будут показаны фотографии наших ветеранов, звучать будут и голоса, и видеокадры. Год от года конференция собирает все больше заинтересованных людей, среди которых этнографы, фолклористы и историки. 12 разносторонних докладов с наглядным пособием в виде сборника «Дорогами казачьей славы» осветили целый ряд вопросов, посвященных истории, культуре и роли астраханского казачества в тяжелое военное время. Кирилл Бутенко, Александр Самсонов, Телеканал 7+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин